Добрый день, уважаемые студенты! Я Халматов Санжельвей, ассистент на карте агробизнеса Адзианского федела Хашкентского государственного программного университета. Сегодня у нас очередное занятие инстанционного обучения, лекционные занятия по предмету логистика. Тема сегодняшнего урока – концепция логистики. Первый вопрос – классификация логистических систем. Второй вопрос – системный подход к логистике. Третий вопрос – логистическая координация. Четвертый вопрос – основные проблемы логистики. Литература, вам уже известно, основная у нас литература – логистика, теория и практика, учебные послуги. Ключевые понятия по сегодняшней теме – система, логистическая система, макрологистическая система, микрологистическая система, свойства логистических систем, синергетика, закон синергии, системный подход, принципы системного подхода, координация, логистическая координация, межфункциональная и межорганизационная логистическая координация, типичные управленные области внутрифирменной логистики, запасы, закупка, поставка на склад, планирование заказов, обработка заказов, поставка со склада, логистический сервис, сбор пороженных таран и товароносителей. Итак, по первому вопросу, логистическая последовательность в области управления материальными потоками и запасами может быть следующее. Первое, изучение и характеристика существующей системы, выявление проблем логистической системы, следующее, постановка цели и задачи исследования для устранения проблем, следующее, выбор нужных логистических инструментов, следующее, применение существующих методов или разработка новых или использование комплекса методов, следующее, определение результата воздействия, следующее, коррекция воздействия. Итак, что такое система? Система – это от греческого целое, составленное из частей, это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность и единство. А логистическая система – это приспосабливающаяся система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции, состоящие, как правило, из нескольких подсистем и имеющие разные связи с внешней средой. Цель логистической системы – это доставка товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассортименте, максимально возможной степени, подготовленных к производственному или личному потреблению при заданном уровне издержки. Обратите внимание, уважаемые студенты, на это определение. Логистические системы подразделяются по масштабу сферы деятельности на макрологистические и микрологистические. Макрологистическая система – это крупная система, охватывающая предприятия и организации промышленности, посредственники, торговые и транспортные организации различных ведомств. Их связи строятся на базе товарно-делительных отношений. При формировании макрологистической системы, охватывающей разные страны, необходимо преодолевать трудности, связанные с правоводными и экономическими особенностями. Логистические системы с применимыми связями – это логистические системы, в которых материальный поток доводится до потребителя без участия последников. Логистическая система – многоуровневая. Это логистическая система, в которой материальный поток на пути от производителя к потребителю проходит через спецпосредников, билеров, дистрибьюторов и других. Логистическая система – гибкая система, в которой доведение материального потока на потребителя может осуществляться как по прямым связям, так и с участием последников. Микрологистические системы являются подсистемами, структурными составляющими макрологистических систем. К ним относятся различные производственные и торговые предприятия, отдельные подразделения предприятия. Любая система обладает определенные совокупности свойств, которые позволяют говорить об объекте как о системе. Выделяют следующие основные свойства логистических систем. Первое – целостность и членимость. Второе – наличие связи. В макрологистических системах основы связи между элементами составляют договоры. В микрологистических системах элементы, связанные внутрепроизводственным отношением. Организация. Наличие системы образующих факторов у элементов системы лишь предполагает возможность ее создания. Для появления системы необходимо создать порядочные связи, то есть определенную структуру организации системы. Логистическая система, уважаемые студенты, это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешним следом. Одним из важных механизмов взаимодействия элементов систем является явление синергии. Явление синергии изучает медисциплинарная наука – синергетика. Синергетика – это наука о процессах нелинейной самоорганизации природы и общества. Основой синергетики были заложены еще в исследованиях Аристотеля, то есть целое больше простой суммы его частей. Закон синергии гласит, сумма свойств целого приучает арифметическую сумму свойств, имеющуюся у каждого из вошедших в состав целого элементов. То есть свойства целого не сводятся к сумме свойств его частей. Теперь, уважаемые студенты, второй вопрос – системный подход в логистике. Основой сквозного управления материальным потоком является системный подход. Это рассмотрение объектов как систем, что позволяет исследовать труднонаблюдаемые свойства и отношения в объектах. Предполагает интеграцию, синтез, рассмотрение разных сторон явлений. Информация внешней среды организации включает сведения о поставщиках сырья, товаров и их надежности, данные о потребителях продукции и посредниках. Информацию о рыбе сбыток, то есть такая продукция и ее модификации пользуются спросом у разных потребителей, посредников в разных регионах. Информация о внутренней среде организации состоит из данных по состоянию и движения материальных потоков в организации, сведений о имеющихся запасах сырья, объеме продукции, производстве, объеме готовой продукции на складах, информация о реализации продукции во времени. При этом задачи, решаемые в рамках логистических систем, следующие. Первое. Сбор и обработка заказов. Следующие. Управление закупками сырья. Следующие. Учет материалов, полуфабрикатов, продукции на складах в натуральной иллюбленной форме. Следующие. Контроль состояния запасов. Следующие. Прогнозирование потребностей в продукции. Следующие. Прогнозирование потребностей в транспорте. При формировании логистической системы должны учитываться следующие принципы системного подхода. Первый принцип последовательного продвижения по этапам создания системы. Второй принцип. Согласование информационных, надежностных, присутствующих и других характеристик проектированных систем. Следующий принцип. Это принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и целями всей системы. Система при системном подходе формируется на несколько этапов. На первом этапе определяются и формулируются цели функционирования системы. На втором этапе на основании анализа целей функционирования системы и ограничения внешней следы определяются требования, которым должна удовлетворять система. На третьем этапе на базе требования формируются ориентировочно некоторые подсистемы. Четвертый этап, наиболее сложный этап, синтеза системы. Анализ различных вариантов и выбор подсистем, организация их в единую систему. Системному подходу противопоставляются классические индуктивные подходы. Следующий вопрос. Логистическая координация. Понятие координации в буквальном переводе с латинского языка означает совместное упорядочение, то есть взаимостей айс, согласование, приведение и соответствие. Логистическая координация это согласование деятельности, изменив логистической системы, участвующих в продвижении материального, информационного и финансового потоков. Различают также горизонтальную и вертикальную межорганизационную логистическую координацию. Подгоризонтальная логистическая координация имеется в виду эффективное взаимодействие фирм, находящиеся на одном уровне логистической системы, в одном эшелоне логистической сети, например, транспортных последников или розничных операторов. А вертикальная координация означает согласованное функционирование организаций, представляющих разные уровни или эшелонной логистической системы. К примеру, вертикальная межорганизационная логистическая координация может служить взаимодействием нескольких фирм, осуществляющих производство, транспортировку и реализацию продукции. Основные проблемы логистики различают типичные проблемные области внутрифирменной логистики, источник возникновения конфликтных ситуаций между подразделениями организаций. Это запасы, закупка, поставка на склад, планирование заказов, обработка заказов, поставка со склада, логистический сервис, сбор порожней тары и товароносыклик. Первые три области связаны с входящим потоком, остальные пять с выходящими потоками. Просмотрим подробные проблемы, связанные с входящими потоками и соответствующие им межорганизационные конфликты. Первое. Запасы. Серьезные проблемы для многих фирм представляют запасы, чрезмерный объем которых замораживает значительные финансовые ресурсы, создают затруднения на складе и препятствуют нормальной работе компании. Следующее. Управление закупками. Управление запасами и разлом связано с проблемами осуществления закупок и поставок на склад. Следующий источник конфликта – это ассортимент закупаемой партии товаров, в частности наобнику зао-единицы. Это предмет конфликта между службой закупок и складом. Теперь, как известно, широко используемые фракты международной торговли, базисные рисковые поставки определяют распределение рисков, затрат для обмена документации между сторонами на долларах купли-продажи. Следующая проблема – это проблема выбора поставщика, является одной из основных в управлении закупками. Ее значимость обосновлена не только тем, что на современном рынке функционирует большое количество поставщиков одинаковой продукции, но главным образом тем, что поставщик должен быть надежным партнером фирмы в реализации ее логистической стратегии. Следующая проблема – поставка товаров на склад. Служба закупок заинтересована в приобретении как можно больших партий продукции в сфере получения оптовых скидок от поставщиков. А склад, хотя и заинтересован максимально за лёгкие свои мощности, все же имеет ограничения, связанные с объёмом последних, и стремится изъезжать оправдательных затрат, возникающих вследствие необходимости экстренного размещения прибывающих грузов. Итак, уважаемые студенты, более подробно с этой темой вы можете ознакомиться по материалам, которые мы выложили на сайте нашего института. Желаю вам удачи, всего доброго! Продолжение следует... Продолжение следует...